На днях наградили победителей конкурса «Сочинение и рисунков. Моя будущая профессия», организованного Центром занятости населения города Бавлы в рамках программы популяризации рабочих и инженерных профессий. В конкурсе приняли участие учащиеся седьмых, десятых классов городских и сельских школ. Наибольшую активность проявили школы под номерами 6, 4, 5, 3, Поминовская и Потапово-Тумбарлинская школы. Всего на конкурс было принято около 80 работ. В октябре этого года Центром занятости населения, это во исполнение приказа Министерства труда и занятости, популяризации рабочих и инженерных профессий, был организован конкурс «Моя будущая профессия». До этого мы участвовали в республиканских конкурсах «Билет в будущее», а вот этот конкурс, это нами проводится первый раз, Центром занятости. Ребята, очень много работ мы получили, что хочу сказать, больше 80 работ, это и в номинации сочинений, и в номинации рисунок. Ребята, хорошие работы были, работ было очень много, среди них вот очень много работ было по теме медицины, тему экологии освещали очень много, дальше очень много, которые хотели быть нефтяниками. Также среди них несколько работ дизайнеры, вот для нас новость до этого, никто не писали такие работы на эту тему. Больше освещали тему медицины и тему экологии. Мы решили пригласить на встречу с детьми представителей этой профессии. Сегодня вот выступили и Сапарова Тамара Петровна, и эколог нашего района Илюса Васильевна. Победители конкурса вместе с учителями были приглашены на профориентационные мероприятия в семейном клубе «Чудо-чадо». Большинство конкурсантов свои творческие работы связали с профессией медицинского работника и эколога. Поэтому для победителей конкурса была организована встреча именно с представителями этих профессий. Самый опытный фельдшер скорой помощи в Центральной районной больнице Тамара Сапарова постаралась раскрыть ребятам все плюсы и минусы своей любимой профессии. Рассказала об интересных, вернее, драматичных случаях, с которыми приходилось встречаться на работе. Мне бы хотелось, конечно, чтобы с нашего района и с нашего города основная масса выпускников пошла в медицину. И так как каждый конец апреля-начало мая ко мне отправляют партийные ребят, я этим очень горжусь, которая группа уходит, и уже хотя бы один-два человека есть желающие, кто пойдет в медицину. Это касается и мальчишек. Подумайте хорошо. Во всех медицинских вузах не хватает мужчин. Мужчина – это на вес золота, и девчонок прорно рядом, которые окружают, любят, колют, леют, и они берегут. В других вузах этого не будет. Ах, девочки, ну что выбрать девочки? Ну, самое востребованное вот в наше время – это педагоги, медработники и сотрудники милиции. Они всегда будут воровать, бить, вызывать, всегда будут больные, которых будут лечить, и всегда будут детки, мы надеемся, которым будут нужны педагоги. Поэтому я за медицину. Понятие медицины огромнейшее. Первые пригады – я вот когда-то как со скорой, мне же хочется как-то все-таки к себе. Работа очень сложная, слов нет. Единственное, не идут туда в медицину – низкая заработная плата. Ну, вот после путинских всяких разговоров, мы так это надеемся, что нам что-то прибавят, и, может быть, люди пойдут. Есть даже масса студентов, закончивших медицинские вузы, именно медицинские, не идут в медицину. Спрашиваются, для чего ребенок шел туда. Он просто не мог в свое время определиться. Поэтому, так как у вас еще есть это время замечательное, золотой такой маленький промежуточек, определитесь, куда вас поведет. Если у вас есть чувство сострадания, жалость, любовь и сопереживание, вы медработник. Ребята также с интересом слушали эколога Илью Сусаитову. Ребят тоже интересовало, какие предприятия города были оштрафованы за нарушение. Я работаю в Министерстве экологии, в рейсах территориального управления. Наше управление находится в Азнакаево. Я здесь единственный специалист. То есть, относимся мы туда, а работаем мы здесь. Всего нас 8 территориальных управлений. Непосредственно мы подчиняемся Казани, Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. У нас, если вы знаете, министра в руках, Фарль Султановича. И вот основная работа уже наша с предотвращением негативного воздействия на окружающую среду. Чтобы вы меньше обращались к врачу, мы заботимся о экологии. На нашу профессию идут в основном юристы и экологи. Экологи заканчивают, то есть, это есть, раньше это был КХТ, сейчас КНИТУ, КАИ. Помимо КАИ еще КФУ. И в энергоинституте тоже заканчивают экологи. Наш министерство берет двумя руками. Тем более, если хорошие экологи, нам всегда не нужны. Но я думаю, что жилка должна быть у вас внутри. Вы должны понять сами, что эта проблема на вас беспокоит, и что вы ради себя, ради своих детей должны пойти дальше. То есть, это должно быть вот здесь у вас быть, что вы хотите заниматься именно этой профессией. В Мавлинском районе у нас есть три особо охраняемые природные территории, которые мы тоже защищаем. То есть, это памятники природы, река Дымка, река Рик и Сальковская гора. Так, раньше у нас была возможность, конечно, вывозить детей на автобусах. Мы ездили с Альфовскую гору, смотрим, сейчас, как вы знаете, уж с этим тяжеловато. Автобусы должны быть оснащены глонассой обязательно. А раньше мы выезжали, проводили экскурсии. Каждое растение, то есть по Красной книге мы смотрели эти растения, которые занесены. Животных мы рассматривали, то есть птиц, орлы. Именно вот все, что занесено в Красной книге, это есть вот на особо охраняемых природных территорий. Затем состоялось награждение. Первое место в конкурсе сочинений занял Олег Сотников из Сламиновки. Второго места удостоилась работа Евелины Морозовой, ученицей школы номер 3. Третьего Андрея Азабина, ученика школы села Потапова-Тумбарла. В конкурсе рисунков первого места удостоилась Алена Коломейко из школы и гимназии номер 4. На втором месте ученица школы номер 5 Юлия Лохина. На третьем Гузель Камалудинова, ученица школы номер 6. Жюри отдельно отметила работу Ильсава Ильгизарова из школы номер 6. После завершения мероприятия ребята поделились с нами впечатлениями. Расскажи, пожалуйста, ты вот себя кем видишь в будущем? Человодом. Может, пополнее. Почему? Потому что давно папа увлекается, и я тоже, мне интересно. Тоже с ним хожу, работаю, помогаю. Мне кажется, любая такая встреча полезна будет для любых людей, которые пришли на нее. Каждый человек как-то видит результат этой для себя встречи, как-то меняет взгляд. Но для меня лично взгляд на эти профессии не сильно поменялся. Просто я понял сейчас то, что моя будущая профессия, которую я хочу быть, именно учителем географии хочу быть, будет очень сильно связана с экологией. И поэтому я думаю, что в развитии экологии тоже несу какой-либо вклад. Сегодняшняя встреча мне определенно понравилась. Было очень интересно слушать представителей медицины, представителей экологической сферы. И я думаю, что свою будущую профессию я свяжу с экологией, потому что это очень важно в наше время. Очень важно следить за природой, очень важно решать эти экологические проблемы. И хотелось бы в будущем видеть себя экологом. В семейном клубе «Чудо-чадо» организована выставка рисунков участников конкурса «Моя будущая профессия». В рисунках отражаются мечты сегодняшних школьников. Моя будущая профессия «Чудо-чадо» Альгуй, Кусайнов, Кадрия Гимназова, Артем Артемьев. БРТ.